Ветер Типа жалюзи Это ужас В конце вообще их на хрен закрыла Потому что шторки там ходили ходуном Сейчас иду на работу Меня там уже и мои бабушки ждут Чарли тут он нервничает Ой! Они в них любовь взаимная Такая любовь Такие странные бабушки мои Ну, не мои, а клиентки мои Я приезжала без 15 мимо работы Они уже стоят Чего стоят? Вот ведь все равно же в 10 приду Кто вперед, кто вперед У них такое, знаете, соревнование Кто вперед придет И вот кого я вперед уложу Это вообще Ой, а у меня клиентка есть в августе, по-моему На постоянную их На свадьбу идет кому-то И вот Договорились с ней, что я Ты пораньше приходи Без 15.10 Чтобы бабушка опередить Ой, смотрите, вот тут у нас машина Парковалась, поставили вот такие Штуки, чтобы не парковалась И вон там тоже стояла машина Вообще скоро негде будет парковаться Здесь у нас деревня в этой Тут тоже машина парковалась Тоже убрали Видите, поставили эти Соседям, конечно, это, мне кажется, не очень И не нравится Видите, какой ветер ужасный Шторм такой на море Там вообще капец Такой прикол Произошел сегодня Только сейчас я прям смеюсь Не знаю В общем Со мной такое впервые Ти чё? Здрасте, приехал Нет, это не впервые Это не впервые Это у нас постоянно Такая любовь Дай людям расскажу Дай людям расскажу Ну-ка, да В общем, приходит мужик Такой возрасте Иностранец По-испански Не бень, не мень Здрасте Дай людям расскажу Да Вот Значит А, нет Знал слово Куртар Куртар То есть стрич Вот Ну, я его посадила Как всегда На стул Я говорю Как стрич Он в телефоне Всё ковырялся Ковыряется Думаю, может фотку ищет Чтобы показать Как он хочет Чтобы подстричься Вот Нет Он Лежу нет Он всё говорит Только Много-много Мучу-мучу Я говорю Чё много А волос такой был Ну, полудлинный Знаете Ну, я чтобы Как говорится В просяг не попасть Я всегда начинаю С Малого И потом Лучше ещё достричь Чем Как на лысого Как говорится Остричь и сказать Всё Начала с ножниц Вот так Ему чуть-чуть Остригала Он опять Мучу-мучу-мучу И я ему опять Значит У него были Вот тут Вот такие Не знаю Как это по-русски Сказать Он всё мне показал Хм Мне так смешно Ну, в итоге Я ему сделала Хм Ну, то есть Ну, нет Ну, конечно Аккуратненько Всё сделала Постригла ему вот эти вот бакенбарды, или как их еще назвать. И в итоге взяла машинку, и, в общем, машинка его начала стричь, потому что мне каждый раз мучу-мучу, мучу-мучу, еще-еще. И, значит, стригу его такая. Он достал телефон и говорит, excuse me. Я такая, ну, ничего страшного, что он там с телефона? Он фоткать начал, как я его стригу, представляете? И выбирала именно такие моменты, чтобы я там старалась, знаете, ножницами отойти, как-то лицо убрать. Ну, мало ли. Во-первых, надо мне спросить, наверное, нам можно сфоткать или еще что-то. Этот в нам достал телефон, начал фоткать. И именно фоткать, где мое лицо выходило. Вот. Я там пытала, он, во-первых, высокий, ножницами как-то там за руками спрятаться, но он специально выбирал. Я говорю, сейчас, блин, ухо тебе отрежу, будешь мне знать, как тут меня фоткать. Потом, гляжу, видео включил, начал, и такой, улыбается, улыбается. Excuse me, excuse me, все. Вот. И, в общем-то, короче, меня сегодня засняли. Не знаю, может быть, знаете, они приехали и отдыхают тут им в диковинку. А, потом он мне, значит, говорит, есть, типа, номер, номер телефона. Ну, я ему дала номер, потом стук доперла, у меня же карточка есть. Он, тебя зовут, ну, я ему сказала, он говорит, а, Russian, Russian, я говорю, Russian, Russian. Окей, окей, я говорю, окей. Вот. А он такой номер, а у меня на двери написано, мой номер телефона, как я работаю, в общем, я ему показываю пальцем, вот тут, если что. Вот. Ну, он посмотрел там время, как я работаю, не знаю, может, жену приведет. Или еще что. Он вообще-вообще начал меня снимать, вообще пипец какой-то. Что он, в диковинку, что ли? Русское в Испании стрижет, я даже не знаю. А, он мне, Ильин, тоже свое сказал, но я его, естественно, и не запомнила. Но мне нафиг не надо, если я буду все имена запоминать. Я вообще, у меня памятные имена очень плохие, я не помню ничьи имена. Не знаю, не остаются вот в голове у меня имена. Поэтому я могу 15 раз спросить, иногда, знаете, бывают даже неудобные ситуации, с кем-то познакомишься, через полчаса разговора, говоришь-говоришь, а не помнишь уже, как его зовут, этого человека. Да, такое тоже бывает. В общем, я, походу, уже отработала, а потом фиг его знает. Вот так вот только пойду что-нибудь делать, раз на стрижку кто-то придет. Сегодня с 3 часа все идут почему-то. Наверное, на улице такой ветроган, что все думают, нахер укладку делать, все равно все улетит. И пока у меня этот мужик был, Чарли у меня был, там вот в этом вот, он мужиков здесь не любит и гавкает на них. И вот я его выпустила, и он сейчас такой довольный, сидит на мне. Больше места нету нигде. Вот он, но у меня на коленях только надо сидеть. сидеть, да? Мам, что ты со мной делаешь? Что ты со мной издеваешься надо мной, да? Ой, я бы тебя поцеловала, но у меня губки накрашены. Надо тебе глазки помыть. От ветра у него глазки текут, да? Типа с ледкой. Либо такая. Я себе такую вкусняшку приготовила. Вообще у меня было на сегодня остатки плова. Но я заглянула в холодильник, и там ничего нету. Видимо, муж оттащил все это собакам своим любимым. Им я осталась без обеда. Но я приготовила себе вкусную-привкусную фунчозу с креветками. Это даже еще вкуснее. У меня там чай греется. Вот, так что буду есть фунчозу. Быстренько так, с овощами. Видите, лучок. Все как надо. Ням-ням. В общем, я недолго думаю, а решила покраситься. Я хотела домой взять краску. Потом думаю, что я домой возьму ее? Я тут покрашусь, голову помою. Представляете? Намазалась краской, и пришел мужик стричься. Но он постоянно для моих клиентов. Он, по-моему, даже не понял, что у меня краска на голове. Он такой работяга, в общем, мужик. Но он с женой проходили мимо. Ты, говорит, открыта? Я говорю, ну а тебе, как кажется? Открыта я или закрыта? Он говорит, по-моему, открыта. Я говорю, ну заходите. Вот. А на ней вот мой муштик открылся. Он, по-моему, даже не понял, что у меня краска на голове. Ой, не могу. Ну нормально, зато смотрите. Приятный с полезным. Я сейчас, это у меня порошок обесцвечивающий. Вот. А потом дома уже затонирую, краску наложу. Порошок обесцвечивающий у меня вот такой. От Шварцкоп. Блондме. Блондме. В общем, такой. Вроде неплохой. Я много перепробовала их всяких разных. У меня волос очень плохо обесцвечивается. Очень много пигмента желтого. Поэтому вывести его очень трудно. И несмотря на то, что я похожа блондинка, но стать белой-белой, это очень тяжело. Я уже говорила много раз. И я становлюсь желтой, как цыпленок жареный. Цыпленок пареный. Сейчас увидите. Вот. И приходится тонироваться. И потом масочка. Вот у меня есть масочка с России, которая выводит вот это тоже желтизну. Очень хорошо. И, естественно, шампунь. Шампунь для седых волос. Вот. Сейчас вам покажу, какая у меня шампунь. Какой. Я беру его в Меркадоне. Кстати, самый классный. Я покупала в хорошем магазине для парикмахерских услуг. Все дела. Шампунь нифига мне не понравился. Мне нравится вот этот из Меркадоны. Видите? Для белых и платиновых. В общем, вот такой шампунь. Мне очень нравится. Больше, чем вот другой. Кстати, знаете, кто мне это не посоветовал, увидел у кого? У одной клиентки. Моей бабушке. У нее седой волос. Прям полностью седой. Она вот... Ой, что тут у меня падает волос? Вот это ее шампунь. И она полностью... Ой, полностью. Ну да, полностью она белая. Приносит это ее шампунь. И тут я ее мою своим шампунем. А я потом, в общем, помою. Покрашу вот такой краской. Я пользуюсь на работе уже очень много лет. Ну, сколько много? Шесть лет. Что у меня тут слиплись-то? Слиплись. В общем, вот такая краска. Вот такой я пользуюсь уже шесть лет. Она не особо аллергическая. В общем, видите? Эти у меня тоже такие же. Это, по-моему, испанская. Неплохая. Но вот ее, конечно, в магазинах обычных не найдешь. Надо заказывать. И вот дома ей покрашусь. У меня тут есть немножечко от клиенточки осталось. Такие вот дела. Так вот красимся. Пойду волос уберу. Ай, наверное, машинку поставлю стираться. Ну что, результат. Результат. Видите? Цыпленок жареный. Цыпленок пареный. Держала хотя 40 минут. Дальше уже было невозможно держать, потому что у меня и так болячки выступают. Ну, голову теперь нужно лечить. Голова теперь бояная. Кстати, пока я мыла голову, вся тушь моя синяя тоже смылась. Обычной водой, представляете? Сейчас иду с Чарли гулять. Кстати, с белым волосом удивляется загар. Правда? Прямо такая загорелая. Загорелая. Я сейчас иду на пляж, погуляю с Чарли и едем домой. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки приехала в Лидл. У меня из фруктов только один арбуз. И то арбуз, это ягода. Так что я хочу посмотреть какие-нибудь... О, кстати, вот это. Смотрите, по предложению 3 евро полкило. Надо брать, пока дают, правильно? Я думала, уже нет. Ой, ведро какое хорошее. Что-то на мясо какая-то в том. Вот это хорошее. Что, может взять два ведра тогда, да? Да, килограммчик возьму. Я вообще с думы их уже нету, разобрали. 36% скидки вообще зашибись. Черешня. Пикота, кстати, вот это, оно дешевле, чем черешня. Представляете? Взять? Взять или не взять? Ну, мне черешня больше не нравится. Ну, это как семечки возьму. Пусть забыла. А еще я, знаете, что хотела? Клубнику. Клубника. Летняя клубника, 2,50. О, Португалия. Испания, Португалия. Я помню, зимой клубника намного вкуснее была. Представляете, португальская. Португальская. А вы как вот берете фрукты сразу прям, которые увидели, берете или тоже выбираете, как я? Ну, я вот, что мне в глаза. Я вот так всю переберу. Причем стараюсь проубрать клубнику мелко. А мелко она всегда вкуснее. Ведь правда же? Ну, все. Так, что еще здесь есть у нас? Знаете, что хотела еще? Сливы. Какие-то были вкусные. Так, сливы у нас полкило 89 центов. Сливы вот такие вот. Вообще, в Лидоле неплохие фрукты. А вот тоже на развес. Смотрите, какая черешенка. Ну, это из пикота. Пикота идет без хвостика. Сливки взять. Или вот парагуаю. Парагуаю, это вот эти вот, эти. Инжирные персики. Что-то они мне не очень нравятся. Может, слив взять, поесть. Сливки возьму. Набрала опять Маруся. Маруся, раз, два, три. Я там воду еще... А, вот еще парагуаю. Смотрите, можно выбрать. Блин, а пакеты где? Сейчас буду выбирать. Вот, взяла четыре штуки. Пусть будет. Вот эти вот, блин, какие-то они невкусные. Персики вот эти, не знаю. У нас в России такие вкусные, эти даже персиками не пахнут. Невкусные какие-то. Еще есть вот такие. Тоже невкусные, наверное. Вот нектарины, они вкусные. Может, пару нектарин взять? Да, возьму парочку. Без пакет. Так. Потом приложу вместе с этими. С инжирными. Инжирными, инжирными. Так, что еще у нас тут интересного есть? Кукурузу возьму. Кукуруза евро 79. За вот два початка. Вот таких два початка. Вот этот и возьму. Вкусненькая. И быстро варится. 10 минут максимум. Так, 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 так. Что? Вот тут всякие орешки. В прошлый раз ошиблась. Вот, смотрите. Я хотела взять вот, типа, типа, такого. Вот здесь всего-то всего взяла вот только вот такие. Это вот чернослив. Ой, какие-то батончики тоже интересные. Фрутуз. А, нет, это вот уже дозировка. Дозировка. Такие вкусняшки всякие. Мне вот эти орехи очень нравятся. Такие они вкусные вообще. Это как-то... Ну, ССД Бразиль. Какие-то бразильянские орехи. Я вот раньше их никогда не пробовала. Они такие... Хотя они вот... Вкуса у них нету, но они такие вкусные вообще. Кто пробовал такие орехи? Они прям большие. Вот как на картинке. Необалденные. Тут вот на развес у нас орехи, допустим. Вот эти. Как называются... Как они называются? Грецкие. Килограмм 5,50. Угу. Таран, таран. Кабачки такие маленькие. Но это я уже, наверное, в понедельник схожу в свой фруктовый магазин. И там куплю. Кабачки. А еще, знаете, что хочу попробовать? Хлеб из кукурузной муки. Смотрите, как он выглядит вкусно. Ой, еще с семечками. Когда у меня закончится для тостов, я куплю вот этот попробовать. Выглядит прям как будто сдобная булка. У меня аж слюни потекли. Но я уже на сегодня все не ем. Кроме арбузика, наверное, съем. Ну-ка колбаска у нас всякая, хамоны. Вот так вот, видите. Чурицы. Такие вот. Дайте, смотрите, какие интересные колбаски разные. Фоэт. Типа фоэт. Фоэт очень вкусная колбаса. Вот. Фоэт это вот эта белая. Кстати, ее едят прям с плесенью. Вот так вот. Ну все, больше ничего интересного нет. Все, овощи, ой, фрукты купила. Можно и домой валить. Пробую голубика. Очень вкусная, кстати. Хорошо, что я два ведра взяла. Два ведра голубики. Я бы смеяться. Буду сейчас монтировать. Удыхать пойдем. Голову, наверное, покрашу. Но это вы увидите завтра. Так что будем прощаться с вами до завтра. Всего вам самого наилучшего. Приятных выходных. И пока-пока до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok